И вот у меня есть замечательные вейдерсы. Купил я их в 2016 году компанией Кипер. Кипер. Этим вейдерсом я в принципе у них выезжал где-то разом, наверное, четыре. Тут я решил залезть в бассейн, почистить бассейн. И они у меня как дали течь. Пиздец просто. Дали течь вот в этих местах. Пришлось подклеивать их. Конечно, я был офигел, конечно, от качества выдерсов. Вот этих кипер. И пришлось все вот здесь проклеивать. Там получается слоение клея произошло изнутри. Прямо такая пленочка похожа вот на это. Она отслоилась и прям вот конкретно осталась только вот эта ткань. Конечно, песец качества. Теперь сейчас заклеила. Будем проверять боем, насколько они в принципе-то хороши после проклейки. Короче, забрался я в этих выдерсах вону. Черт побери, они пропускают. У меня полные, короче, выдерсы воды. Что клей, что не клей, это барахло. Они все равно будут течь. Ну, короче, решил басик почистить все у них. А, черт побери, как чувствуешь, как я. Они наполняются водой. И это вот кипер. Кипер? Мазафака. Херь собачья. Короче, не стоит их даже брать, ребят, потому что они просто начинают клет ходить. Чем больше так я делаю, тем больше я намокаю. Блин, сука, яйца мокнут. Ну что, собственно, получается такая картина. Так вот у меня не попадала вода, но при этом не полная воды вообще трэш. Говнище редкостное. Просто реально говнище редкостное. Делайте выводы, люди. Дальше потом выделены наизнанку. Ну что, закончил я убираться в басике. Там полностью воды. То есть у меня весь сырой. Абсолютно сырой. воды там нереально полно. Выдорсы полное барахло. Китай китаем. Вот просто наизнанку. Хорошие водоросы. Вот такие вот водоросы классные. Короче, весь насквозь мокрый. Короче, они, как я понял, текут в этих местах прилегания. Этот шов отходит. И ткань получается, эта мембрана, она становится дырявой. И под нее прям все затекает. Течет именно сама ткань. То есть очень дешевая мембрана. И вот из-за этой мембраны... Я в свое время их покупал еще очень давным-давно. Тогда еще, по-моему, Мотореева не было. Вот. Фентрелла я не помню. Был, не был уже. Еще. Вот, собственно, такое барахло. Под названием кипер. Теперь вы будете знать, какие водоросы покупать нельзя. Вот такие вот кипер. На заплатке, может быть, еще пойдет где-нибудь порезать их. А так это в помойку.